Всем привет, смешарики, вы на канале Шарорама. За последние 8 лет в Шарораме вышло очень много крутых и выдающихся хит-комплектов, но как и во всём, в противовес хорошему существуют и не очень удачные моменты. В этом видео мы поговорим с вами о пяти, на наш взгляд, худших хит-комплектах за период с 2015 по 2022 год. Однако перед тем, как мы начнём, важный дисклеймер. Топ основан исключительно на личных наблюдениях и мнении, которое сформировалось за долгие годы нахождения в игре и на непосредственном опыте знакомства с каждой из перечисленных вещей в момент их выхода. С этим разобрались, а теперь устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Пятое место. Очки-жалюзи Диджей Гром. Осень 2016 года. С момента выхода хита с белыми очками жалюзи прошло примерно полтора года и вам всё ещё обидно, что вы не успели их тогда купить, но сегодня, проснувшись, вы заходите в Шарарам, чтобы посмотреть новое обновление и вашей радости нет предела, когда вы видите новый баннер с надписью «Хит Шарарама» точь-в-точь как с белыми. Однако присмотревшись, вы осознаёте, что это совсем не белый жалюзи, а что-то нечто иное. Таковой была реакция многих игроков в тот день. Некоторые даже ошибочно полагали, что возникла какая-то ошибка, по которой очки сломались, из-за чего сильно отличались от белых. Этот эффект разочарования стал главной причиной, почему этот хит считается одним из худших в игре. Четвёртое место разделили сразу два хита – «Монстр Трак» и «Доктор Чарли». Хитовых спутников в игре не так много, и их подавляющее большинство – это бывшие атрибуты модераторов или администраторов, что значительно набивает им себестоимость. «Монстр Трак» является рядовым новым спутником, который вы бы ожидали увидеть в качестве подарка за квест и не имеет никакой предыстории в рамках Шарарама. «Доктор Чарли» не сильно отличается от «Монстр Трака». Он также являлся принципиально новым спутником и принадлежал линейке «Робо-профием» с другими механическими спутниками. По причине отсутствия хайпа до релиза, оба спутники не получили достаточного количества внимания при выходе. Тем не менее, каждый из них появлялся в продаже больше одного раза, что указывает на наличие их любителей. Третье место достается «Домику Марараша». Этот хит является единственным, что включил в себя недвижимость и немного мебели. Если вы активно не гуляете по домикам игроков, то никогда и не узнаете, кто им владеет. Напротив, модно одеваясь, игрок имеет возможность свободно демонстрировать на локации все остальные предметы, которые продавались по акции «Хит Шарарама». Один из немногих плюсов этого товара в том, что оригинальным владельцем домика является всем известный призрак Марараш. Это создает некую атмосферу мистики вокруг домика. Но тем не менее, цена в 2000 ромбиков стала ощутимым барьером между игроками и тайными данной пещеры, из-за чего данный хит никогда не пользовался популярностью. Второе место – «Боевой питомец Золотогриф». Этот скакун с золотой гривой является одним из наиболее дорогих хитов, что привлекает к нему особое внимание. Помимо него в Шарараме присутствует еще несколько других питомцев. Каждый из них имеет уникальные способности и слегка отличается от своих соратников по характеристикам. Кто-то чуть живучее, кто-то чуть сильнее и так далее. Цель большинства игроков прокачивать питомца как можно быстрее и эффективнее, чтобы с легкостью зачищать лагеря злоберей. Однако Золотогриф вам в этом не сильно поможет. Несмотря на одинаковые значения характеристик с лемуром Вари, Мамонтом, Митей и Шустриком, его способности значительно уступают в свои силы. Будучи дорогим хитом, Золотогриф является лишь красивым аксессуаром и, к сожалению, не дает игроку никакого преимущества на арене за свою цену. Именно поэтому он расположился в нашем топе. Первое место. Вы небось уже догадались, ведь этот хит не раз фигурировал в наших видео. Если вы все еще в предвкушении, то первое место в нашем топе мы отдали голограмме Джонни. Этот хит стал самым дорогим в игре. Он продавался за целых 2250 румбиков и всего один раз. О том, что этот хит стал самым неудачным, говорит дальнейшее появление голограммы Джонни в качестве бесплатного приза за победу в царе горы в 2019 году. Перед тем, как мы закончим, нотка позитива в виде нового розыгрыша в группе во Вконтакте. Если вы хотите снова попытать свою удачу, принимайте участие в конкурсе в нашей официальной группе во Вконтакте. Главный приз розыгрыша – прическа и хиднич. Прочитать условия конкурса и принять в нем участие вы можете под постом в группе во Вконтакте. Ссылка уже скоро появится в комментариях. А на этом все. Если вам понравился ролик, поддержите нас лайком и подпиской. Всем спасибо за просмотр, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok